То, чем мы занимаемся, мы вам ищем низкие цены. И, честно говоря, низкие цены мы уже и нашли. То есть, по сути событий, ехать куда-то дальше я не вижу смысла. То есть, если вы хотите свой дом построить, и чтобы это были низкие цены, то наверняка надо поехать сюда, встрою Уралопт, два павильона, с 50-й и 49-й. Потому что, если честно, если честно и порядочно, я очень многие вещи посмотрел, и скажу вам, дешевле, чем здесь, ничего и нигде нет. Даже если вы зайдете в оптовые склады, то по цене, которую вы купите там, это будет дороже, чем здесь. Потому что здесь как-то круче они работают, чем один человек. Представляете? Что мне в дальнейшем? Кого я буду искать? Буду ли я искать дешевые цены? Нет, уже не буду. Потому что, видите, показатель. Здесь магазин Норион, он также делится со мной деньгами. Ну, там по взаимозачету, естественно. Также со мной делится деньгами магазин Строй Уралопт. А дальше, пацаны, девчонки, вы уж придете и будете платить абсолютно другие денежки. А вот теперь можно сказать, хватит. Хватит ездить везде, потому что дешевле товаров, чем здесь, вам просто не найти. Так что, господа, в очередь и за деньги. Так вот, как здесь люди работают? Сейчас объясню ситуацию. Я сюда прихожу и постоянно вижу, что люди здесь что-то покупают. Конечно, цены здесь не велики. Но, тем не менее, здесь люди не сидят. Можно было, конечно, сидеть вот так вот, о чем-то говорить. Но это не есть наше правило. Наше правило работать для вас. Что и делают здешние руководители. Ну и чтобы всем стало ясно, вот вам компьютерная графика. Самое забавное, что я делал ее для совершенно другого перца. Он сейчас крут и даже не помогает. Ну да ладно, крутизна сбивается. Итак, по советской до вокзальной здесь, по сути, весь нормальный город и пасется. Поворот направо вы знаете. Третий. И это Орион. Вам надо чуть далее. Торговые ряды на автомобилистов и прямо в угол. Как-то крыло получается, да? Мы сюда пришли и народ потянулся, да? Я сегодня не хотел с людьми общаться, потому что, ну, в принципе, я вам все это дело и объясняю. В оконцовке сюжета, точнее, не в оконцовке, а в середине сюжета мне сказали, Леша, а покажи замечательные тачки. Если честно, то я себе купил такую же тачку. Вот такую, красивую, большую. Вот. Это строительная тачка. Она, конечно, денег строит чуть-чуть подороже. Но, тем не менее, вот такая штука у меня стоит. Так же можно подкачать, никаких вопросов нет. Но есть и другая. То есть это вот строительная тачка, а вот это садово-огородная тачка. То есть цена вопроса 890 рублей, а? Найдите где-нибудь дешевле, если получится, то. Ну и естественен инструмент. По сути, его здесь не валом. Зачем? Россияне прекрасно справляются, да и дивный Китай тоже. Инструмент разный по характеристикам, но он одинаков по сути. Он вам помогает. Мы говорим про дефляцию. Дефляция мне очень нужна. Я бы вам сказал, что если мы будем работать дефляцией, почему бы и не жить? Потому что это хорошо, когда цены снижаются. Цены снижаются буквально на все. И в магазине «Строй Уралопыт» они также снижаются. К примеру, доллар-то вот почему-то растет, правильно? А здесь цены на них не увеличиваются. По одной простой причине. Зачем это делать? То есть я вам сейчас расскажу три вещи. Три вещи, которые должен иметь каждый. И по весьма дешевой цене. То есть вот смотрите. Нормальная болгарка. Небольшая. В принципе, вам больше и не нужно, чтобы поточить кое-что. Я такую себе обязательно возьму. Цена 989 рублей. Нормальная цена? Ничего так? Окей. Пошли дальше. Лобзик. Вот. Такой хороший нормальный лобзик. Цена 968 рублей. Нормальная цена? Такая весьма интересная цена. Вот. Дрель. Дрель. Сейчас покажу. Дрель. 898 рублей. То есть за 3 рубля, даже дешевле, чем за 3 рубля, вы покупаете себе ну очень, очень хорошие вещи. Да, кстати, мне сейчас сказали, что и на это все, и на это все здесь существует трехлетняя гарантия. Но чем ли вам это не правило прийти в магазин СтройУралОпТО? Так что, господа, хотим строить дешево только сюда. Хотим показать, как круто мы работаем тоже. Все, что нужно для стройки здесь есть. Поймите, господа, евролемонт, сделанный своими руками, не так дорог. Зато ощущения круты. По сути, когда вы все сделаете сами, и вот это прелесть. Ну так вот, в оконцовке своего череда я скажу следующим образом. Я достаточно долго работаю над программой «Дом, милый дом». Возникают замечательные вопросы. Сейчас ситуация такая очень сложная. Вот дефляция начинается. Я всю жизнь ждал, когда она начнется. То инфляция постоянно прогрессировала, а теперь идет дефляция. То есть, на кое на что начинается снижение цен. Мало того, некоторые вещи вы просто не покупаете. Потому что какой смысл покупать эти вещи? То есть, гораздо проще сделать все своими руками. Также проще вам все это дело вырастить. А теперь вопрос строительства. То есть, мы вам показывали недорогие дома. Все остальное делать своими руками. Господа, вы же в конце концов так же работали. И в конце концов, у каждого из вас были уроки труда. И в конце концов, большинство из мужиков имело там 4 либо 5. Ну, то есть, руками вы работаете. Почему вы эти руки куда-то потеряли? Нет, господа, руки не должны теряться. Руки должны работать на ваше хозяйство. И уж поверьте мне, я сейчас в магазине покупаю, пожалуй, только кумыс. Все остальное, это все свое.